Сегодня мы будем говорить о рассказе Ицхаклейбуша Переца «Стекляшка». Я два слова скажу об авторе. Ицхаклейбуш Перец – это один из трех столпов, один из трех китов современной идирской литературы. Я думаю, что на самом деле имя этого писателя абсолютно всем знакомо. Он родился в самом середине XIX века, в 1852 году, и умер в 1915 году, уже в XX веке. Родился в Замосте, то есть это Польша, умер в Варшаве. То есть он всю свою жизнь прожил в Польше, которая в это время входила в состав Российской империи. То есть он был гражданином Российской империи. И я хочу напомнить, думаю, что все это знают, что в XIX веке именно Россия и в самом начале XX века была самым крупным центром развития еврейской литературы на трех языках – на иврите, на идише и на русском языке. И практически все еврейские писатели того времени владели как минимум тремя языками. То есть евритом, то, что мы называем евритом сегодня, то есть, скажем, древнееврейским языком, ну или святым языком, языком священных текстов, идишим разговорным языком и, как правило, языком той страны, где они жили. Перец владел ивритом, на котором, как правило, все писатели еврейские начинали свой творческий путь на иврите. Он владел ивритом и тоже начинал на иврите. Он владел идишем, естественно, он владел польским языком, поскольку он жил в Польше. Он владел русским, немецким и французским. Он был очень образованным человеком. И более того, в свое время он даже сдал экзамен и занимался адвокатской деятельностью. Пока он ее не бросил ради литературы, которая не слила никаких барышей, даже когда он стал очень известным, очень великим, популярным писателем на иврите, он не получал таких гонораров, как он мог заработать и зарабатывал раньше адвокатской деятельностью. Но предпочел заниматься литературой. И он довольно долго считал, что языком еврейской литературы, литературным, хорошим языком может быть только иврит. Идиш – это разговорный язык, который, если на нем что-то и пишут, только для того, чтобы просвещать народные массы. Вот только для просвещения, не для того, чтобы создавать на нем высокую художественную литературу. В какой-то момент, трудно сказать, что послужило толчком, но его отношение к идишу переменилось, и он очень даже увлекся творчеством на идиш. И на самом деле для нас он знаком прежде всего как классик именно идишской литературы, наряду с такими двумя тоже столпами, китами, как Мендели Мойхерсфорим и Шоу Малейхем. Обратите внимание, что два великих еврейских писателя вошли в историю литературы под псевдонимами. И Мендели, и Шоу Малейхем, они воспользовались псевдонимом именно потому, что было им как-то неловко открывать свое имя как идишского писателя. То есть, например, Мендели Мойхерсфорим, он был достаточно известным уже литератором на иврите, когда он решил, что народ его не понимает и что надо писать на идише. И он просто не поставил своего имени под своим первым идишским произведением. Маленький человечек, так оно называлось, но свое имя не поставил. И у него там был персонаж, которого звали Мендели Мойхерсфорим. Вот этот персонаж, как бы имя этого персонажа и стало постепенно его псевдонимом. Шоу Малейхем открыто говорил о том, что он не может под произведением, написанным на идише, поставить свое имя, потому что его не поймут, прежде всего его папа не поймёт. Перец уже достаточно взрослым человеком стал писать на идише и никогда-никогда не стеснялся поставить свое имя и даже писал, шоу Малейхему и в письмах, что вы пишете на идише для того, чтобы спуститься к народу, чтобы народ вас понимал. Я пишу на идише, потому что мне это нравится, я люблю этот язык и пишу для себя. Мы сегодня с вами прочитаем сказку. Я прошу прощения, но вот я буду её читать, потому что изучение без чтения, оно мне как-то кажется неубедительным и недостаточным. Рассказ этот называется «Стекляшка». И я постараюсь вам доказать, что это сказка. Жил-был в заброшенном местечке в захолосте золотых дел мастер, ювелир. И был этот ювелир замечательным искусником в своём деле, золотые руки имел. О мастерстве его никто и не догадывался, ни сам он, ни его заказчики. Сидел вот он, изготовлял разные украшения для обывателя и местечка. Серёжки, перстни, обручальные кольца, ещё всякую всячину. Едва на жизнь хватало. Прославился он совсем случайно. Довелось как-то жителю того местечка выдать свою дочь замуж на сторону, за городского богача. Отправились в город свадьбу справлять, и изделия золотых дел мастера попали таким образом повыше. Богач этот – кое-что смысл в драгоценностях, ведь как-никак он купец. Злюбовался он ими «Ах, ах!» и пошла золотых дел мастере слава в том городе. Стал он оттуда заказы получать, а со временем и вовсе перебрался в город. Уж очень много у него заказчиков появилось. И вот к одному из городских богачей приехал как-то помещик. По торговым ли делам, по слушчелю, какого семейного торжества, или просто так. На субботу фаршированные рыбы отведать. Стол сервирован, семья разнаряжена, помещик, разумеется, еще лучше разбирается в драгоценностях. Вошел он, и сразу бросилась ему в глаза какая-то брошь. Где куплено, кто делал? И про золотых дел мастера узнали и в помещичьих кругах. Как известно, каждый губернатор устраивает ежегодно бал для губернской знати. Устроил такой бал и губернатор этой губернии. Съехались помещики, их жены, дочери, щеголяют в украшениях, изготовленных нашим золотых дел мастером. Увидал губернатор кольца, броши, ожерелья и поразился. В жизни не видал такой работы. Чья работа? Такого-то и такого-то. Вот как! На следующий день послал он за золотых дел мастером. И тот сразу стал своим человеком в доме губернатора. Прибыл как-то для обследования губернии царский сановник. Надо его, разумеется, встретить, как и подобает. Хлебом с солью. Это на подносе. Кто изготовит поднос? Понятно. Наш золотых дел мастер. Попал этот поднос в столицу и пошла о нем слава по всей столице. Не зря говорил Соломон. Доброе имя, лучше хорошего Илея. И тут произошла такая история. Скончался старый царь. На престол вступил новый. И что дальше будет? Старую корону отправили в царскую кладовую и приступили к изготовлению новой короны для нового царя. Со всей страны собрали лучших ювелиров и золотых дел мастеров и среди прочих, также нашего. Тот явился, принял горячее участие в работе и отличился наилучшим образом. Словом, из праха возвышает он бедного. Я не обратила ваше внимание, когда у нас приводят слова Шломо «доброе имя, лучше хорошего Илея». Или когда из праха возвышает он бедного. Это тоже цитаты из Танаха. Это все дается в оригинале на иврите. Текст у нас написан на идише, текст рассказа, а цитаты эти даны на иврите. Читатель поймет их. Словом, из праха возвышает он бедного. Итак, наш золотых дел мастер живет в столице, вхож в царский дворец. Он простой смертный, становится одним из царских приближенных. Даже не всякий сановник имеет к нему доступ. Но, как известно, колесо фортуны вращается. И когда выше уже нельзя подняться, начинается падение. От роскошной жизни наш мастер уже ничего нового не создавал. А старая примелькается глазу и надоест, сердце же всегда жаждет нового. И вот объявился новый мастер. И как-то это уже водится на свете. Один падает, другой поднимается. Новый мастер проделал такой же путь, как и старый. И наоборот, наш старый золотых дел мастер совершил тот же путь в обратном направлении. Из столицы в губернский город, из губернского города в уездный, из уездного в местечко к себе домой. От царя, значит, к царскому сановнику. От сановника к губернатору, от губернатора к помещику, от помещика к богачу и, наконец, к жителю маленького местечка. Обратно, к обручальным кольцам. Ниже падать уже некуда. Бедняки в драгоценных изделиях не нуждаются. Ну и повиснешь в воздухе, высунув язык. Да и времена уж больно плохие настали. Свадеб не справляют, а конкуренция растет. Ну что ж, когда нужда или беда и да, и вот наш мастер, когда крепко прижал его голод, болтаясь без дела, поднял на улице кусок стекла от разбитой бутылки, из-под воды или из-под вина, или, может быть, из-под лекарства, кто знает. В общем, кусок самого простого стекла. Отнес его домой и давай шлифовать. Шлифует это он, а стеклышко под руками вдруг как заблестит, как засверкает, колодок вода и только. Переливается оно всеми цветами радуги, излучает сияние. Он и сам поражен. Совсем не знал, какая у него в руках сила. Взял он это стеклышко, вправил какой-то завалящий обручек и отправился, в кавычках тут написано, надувать народ. Идет это он, а сердце стучит, как у разбойника, потому что идет надувать народ. Попался ему навстречу молодой человек. Лицо у него пылает. А вдруг жених мелькнул у ювелира, и ему колечко нужно. Золотых делмастер остановил человека. Да, почти угадал. Обручального кольца ему, правда, не надо. Но вообще подарок для невесты очень кстати. Что ж, пусть будет колечко. И как только стеклышко скверкнуло перед глазами, молодой человек припал к нему и спрашивает, сколько стоит. У золотых делмастера не хватило смелости сказать цену. Не обманщик он по природе. Ответил вопросом. Сколько дадите? Молодой человек подумал, вряд ли товар ему по карману. Вынул монету и говорит в шутку. Талер. Зажал ему золотых делмастер колечко в левую руку. Вырвал монету из правой. И давай в трактир. Червячка заморить. А молодой человек подумал, сумасшедший, наверное. Впрочем, какое ему дело? И направился с колечком к девушке, к которой сватался. Но женщины легкомысленные. У девушки, к которой он сватался, было два жениха. Один он из состоятельной семьи с долей наследства в родительском доме. Другой гусар. В местечке была расквартирована кавалерия. С кивером, с саблей, аксельбантами и такой, знаете, молодцоватой выправкой на коне. Трудно тут выбирать. Особенно если он гусар. Сегодня он здесь, а завтра поминай, как звали. Вот она и раздумывала все. А тут пришел молодой человек. Она его приветливо приняла. Особенно колечко. Оно просто очаровательно. Беседует, смеется, как полагается. Но время не стоит. Наступил вечер. Из базарной площади, с гусарской вахты донесся звук трубы, ударил барабан. Заиграли зорю. Наша девица вспомнила тут про того-другого. Стала нервничать. И все твердит. Поздно, поздно. Еще, не дай бог, оговорят. Подставила ему, чтобы поскорее делаться свой ротик. И быстренько выпроводила. И в самый раз. Только успел молодой человек пересечь переулок, завернуть за угол. Топ, топ, топ. С другой стороны всадник. Вот он уже у забора. Соскакивает с коня. Привязывает его к чистоколу. Вот уже на ступеньках слышен звон сабли и шпор. Распахивается дверь. Долго ли, коротко ли, за ночь подарок невесте превратился в подарок жениху. С трудом напялил он его на кончик мизинца. На этом, однако, сказка не кончается. Бриллианту суждено было нечто большее. Занялась заря, чуть белеет восток. Лошадка все стук, копытом озим в грязном переулке. Никто ее, однако, не слышит. Вдруг в отдаленной тишине звук рожка. Играют тревогу. Ночью неожиданно прибыл какой-то важный генерал. Гусаров поднимают на ноги, взывает на учебный плац. Будет смотр. Тра-ра-ра. Мой герой с колечком вскочил, хочет бежать. Она закидывает ему руки на шею, он их разнимает. Тогда она бежит и прячет его кивир и саблю. Еще раз прощаются они, еще раз. Большим трудом вырвался. Трап-трап-трап со ступенек, скок на голодного, но повеселевшего коня. И пав стрелой на плац. Рота уже вся на месте и под козырек. Эскадронный не спускает его глаз. И вот откроет рот для благословения. И вдруг перед глазами командира сверкнуло что-то. Лицо его налилось кровью. Сорвало у гусара колечко с пальца. Украл. Потлепечет. Ваше так и так, как можно. Какое подозрение, боже упаси. Как быть? Рассказать, как дело было, он не может. Не станет выдавать девушку из приличной семьи. У него срывается. Купил. За сколько? Допрашивает офицер. Скверно, думает гусар. Должно же оно сколько-нибудь стоить. И он произносит наугад. Двадцать талеров. Огромный капитал для гусара. Офицер уже раскрывает рот для нового благословения. В эту минуту налетает белая лошадь. За ней другие. Генералы чином пониже. Сам кричит. Здорово, ребята. Все эскадроны. Здравия. Ваше свойство. Гоу. Грум. Земля дрожит. Начался осмотр. Суждено же отличиться как раз эскадрон нашего героя. Летели точно на крыльях. Скакали на конях, как черти. В цель попадали в самую точку. Получили спасибо и наводку. А наш эскадронный был на месте произведен в полковнике. Радость, веселье, пир на весь мир. Пьют месяц-два. У нашего гусара тем временем вышел срок службы. Довольный, он удалился домой. Еще хорошо отделался. Из-за чего? Из-за какого-то дурацкого колечка. Из-за опоздания. А полк с его командиром вышел в лагере в другой город. И забыли бы все про то колечко, если бы не приключилось такое. В полку неожиданно начался падеж лошади. Ну что ж, жалко, понятно. Живые существа отдохнут, как мухи. Но у каждого есть враги. В особенности у офицера, который так быстро пошел в гору. Нашелся один. Шлет правительство донос. Дескать, овес вовсе не овес. А дело было как раз накануне войны. Строгости необычайные. И правительство направляет для ревизии очень большого генерала. Нагрянул прямо в амбары. Осмотрел овес. Повел носом. И отправился в канцелярию. И срочно посылает за полковником. Тот явился. Генерал принимает его сидя строго. Полковник все время на вытяжку, под козырек. Коленки дрожат. И тут снова бриллиант попутал. Генерал покосил одним глазом. И в него молнию ударил бриллиант. Вскочил с места, как зарычит диким зверем. Хабарник! Так в нашей стране называют взяточников. И в самом деле, откуда полковник из небогатой семьи, такой крупный, такой дорогой бриллиант. Генерал срывает у него с пальца кольцо, приложит его к акту. Ну, как-то о том, что овес вообще не овес. Давно все сгнило там, и потому падешь из кота, коней. И видит полковник дело серьезное. Сказать правду он, конечно, не может. А почему не может правду сказать? Забрал, да. Забрал, да, у гусара. И у него срывается с языка тысяча талеров. А когда прищурившийся, недоверчивый генерал все еще не спускал с него глаз, полковник для большей достоверности добавляет. За тысячу и один я уступил бы вашему превосходительству. И генерал склоняет голову и пишет. Во-первых, он пишет рапорт правительства, что овес тут чистый жемчуг. Во-вторых, вексель на тысяча и один талер. При первой оказии платит и уезжает обратно. А сейчас произойдет сами удивительно. Неизвестно, какими путями, но колечко очутилось в царском дворце. Сидит царица задумчиво, и с колен у нее падает носовой платочек. Поднимает его придворная дама, молодая, недавно произведенная во фрейлины, красавица, и возвращает ей. Царицу чуть-чуть приподнимает бровь. Собирается уже процветить благодарность, как и подавает царице. Уже открывает ротик. И с раскрытым ртом так и остается. В чем дело? Опять этот бриллиант. Что в колечке у придворной дамы? Он буквально ее околдовал. Она начинает разглядывать его. Нет, такого бриллианта она еще не видала. Ни в царских кладовых, ни в коронах. И она спрашивает, откуда у тебя бриллиант? Придворная дама делается красной, мертвей, дрожит. И ни слова. Значит, что-то есть. А немножко ревнивые бывают и царицы. Кто же, как ни государь, может себе позволить делать такие подарки? Она поднимается, входит в кабинет к царю и показывает ему колечко. Она хочет посмотреть, что он скажет. Но царь решительно ничего не знает. А бриллиантом он очарован. Но такого яркого, чистого бриллианта он еще не видывал. И такого крупного, и без малейшего изъяна. Он уставился на него, и не может досыта налюбоваться. Тогда царица сказала ему так и так. Колечко было у такой-то фрейлины. Царь сказал, что ему дело нет, откуда оно взялось. Взялось мало ли, что там при дворе происходит. Но бриллиант этот никому не подходит, только государю. Фрейли, он, конечно, возметит стоимость. И колечко осталось у государя. Тут же взяли колечко, выгравировали на нем царское имя и государственный герб. И кольцо – это отныне царская печать. Царь скрепляет им бумаги, касающиеся денежных операций, вопросов жизни и смерти, вопросов политики. Тут, у кого это кольцо хоть на мгновение окажется на пальце, в силах свет перевернуть. Получает право уничтожать и убивать, когда и кого захочет. Заковывать в кандалы и бросать в темницу. А для того, чтобы вознаградить придворную даму, царь распорядился собрать специалистов-оттенщиков, которые определили бы стоимость бриллианта. Собрались специалисты, никак не столкуются. Кто говорит треть, кто половина, а кто целый миллион? Что делать? Обстановил тот царь про своего прежних золотых дел мастера и отдал приказ доставить. Что ж, доставить, так доставить, а тот исчез. В столице его нет. Наводят справки, разыскивают месяц, два, наконец, находят. Шлют, как водится в захолустье, в заброшенное местечко царский приказ. Само собой понятно. Когда маленькое начальство из маленького местечка получает приказ доставить такого-то золотых дел мастера к царю, оно полагает, не иначе, как тот когда-то обокрал царскую кладовую. А теперь это обнаружилось. Заковывает молодца в кандалы и из битвы полумертвого от страха отправляют к царю. Дают знак царю. Золотых дел мастера здесь. Но ему хотели доложить, что, дескать, снимают золотых дел мастера цепи. Но царь зол, получил дурные вести с фронта. Без всяких «но». Тогда золотых дел мастера вели в таком виде, в каком доставили. Царь даже не подглядел на него. Протянул бриллиант и спрашивает, какая стоимость? Что он скажет? Никакая, отвечает тот. Как так? Сановники вслед. Как так? Царской печати ничего не стоит. Ведь самый крупный бриллиант в мире. А золотых дел мастер, как ни в чем не бывало, это вовсе не бриллиант. То есть как? Другие его оценивают, все это не тысяч. Мне лучше знать. Тут царь забеспокоился и не своим голосом спрашивает, почему лучше. Потому спокойно, отвечает золотых дел мастер, что я его собственными руками сделал. И он собрался уж было рассказать, когда и каким образом. Но он не рассказал. Его схватили и бросили в темницу. И по праву столько приговоров этим бриллиантом скреплено, столько поместья отобрано и роздано, столько людей возвышено, а еще больше брошено в темницы, заковано в кандалы, повешено, четвертовано. Приговоры действительны, таковыми они должны остаться и впредь. И царь прав, и должен остаться правым. И печать его правильной. А если царская печать есть царская печать, то и бриллиант есть бриллиант. Такое решение вынес первый министр. Все. Как вам эта история? Да или нет? Не очень? Ну, посмотрим. По-моему, очаровательный рассказ. Что? Занимательная. Окей. Ну, вот смотрите. Я думаю, это всегда современно, потому что вопросы здесь поднимаются вечно, и сейчас мы о них поговорим. Сначала давайте жанр определим. Обстоятельства, в которых происходит действие, чересчур реалистичные. Что очень узнается административно-территориальное деление. Ну, что вот, например, мы тоже с вами легко определим. Такое понятие, как местечко, характерно только для Восточной Европы. Это такой, ну, как бы полугородок, и не сельская местность, и не совсем город. Вот вроде бы маленький городишко, который возник, и вместе с названием местечко, да, в польском языке, в Идиши называется, на Идиши написано Штеттл, да, это такая, ну, как бы маленькая единица территориальная, которая возникла в Речи Посполитой, вот только там, и как бы с преобладающим еврейским населением. Такое вот местечко, да. А дальше, смотрите, уездный город, губернский город, столица. Это такое административно-территориальное деление, оно характерно для Российской империи. То есть мы можем говорить, что, судя по всему, действие происходит так весьма условно, да, в какой-то условный, вот, в какой-то момент, мы не знаем в какой, потому что, когда говорят «жили-были», то вот это «жили-были» – это значит «когда-то». Это нормальный зачин для сказки, который отсылает нас к каким-то прежним временам. Это связано с ушедшими уже временами глаголов, с такими, как там «аорис», «перфект», «плюс к вам перфект», мы не будем это выяснять, но вот это «жили-были» – вот оно обозначает, что это было давно, когда-то. И сказка обычно говорит где-то в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в неведомом каком-то сказочном государстве. А здесь у нас государство не сказочное, у нас государство как бы вполне реальное, мы можем предположить так, ну, условно, Российская империя, потому что именно для нее характерно такое территориальное деление. Но можно еще поточнее сказать. Мне представляется, что это как раз начинается все в каких-то польских землях, потому что нам сказано, что помещик приехал к богачу то ли на какое-то семейное торжество, то ли в связи с какой-то сделкой, то ли просто на субботу фаршированную рыбу откушать, и это характерно было для как раз Польши, потому что польская шляхта, польские паны вели со своими евреями торговые дела и приезжали, простите за слово, не за подлоем, было приехать к еврею в дом и на торжество, на свадьбу, например, и откушать фаршированную рыбу в субботу. Я никогда нигде не читала, не слышала, не видела, чтобы это было характерно для русских помещиков, потому что помещик – это дворянин. Это дворянин, и русские помещики никогда… У них и не было такой возможности, потому что исконно веками евреи не жили в Центральной России. Да, они жили на польских землях, которые со временем, в XVIII веке, отошли к Российской империи. И польские паны часто передавали евреям возможности откупа, и часто они сдавали свои земли в аренду евреям, вели с ними торговые дела. Поэтому мы можем предположить, что вот это местечко, в котором действие начинается, и в которое потом мы еще раз возвращаемся с нашим героем, что это где-то находится на польских землях. Но это все-таки сказка, потому что здесь есть множество таких указаний на сказку, не только жили-были. Ну, например, трудно себе представить, что кроме сказки где-то может быть такой царь, который и его двор, который объявляет по всей стране созыв мастеров, золотых дел мастеров, ювелиров, специалистов по драгоценным камням, чтобы сделали царскую корону. Но зато это очень часто встречается в сказках, когда иногда сказочные персонажи, цари, короли, какие-то герцоги, они вдруг объявляют, допустим, созыв всех портных или приглашают ткачей, ткачих, чтобы соткали какое-то полотно, какой-то узор и так далее. Это совершенно сказочное явление. А то, что этого не могло быть реально, я вам скажу так, что начиная, наверное, с Алексея Михайловича, если не раньше, на Руси были золотых и серебряных дел палаты, где в основном работали сначала иностранные ювелиры. То есть это были шведские, финские, французские, ювелиры, которых приглашали за границы. У нас самих таких золотых дел мастеров и серебряных сначала не было. Потом стали появляться и собственные. Но вот большая коронационная корона Российской империи была сделана в тысяче, сейчас скажу, при Екатерине II, когда она короновалась, в 1762 году, то есть еще до присоединения польских земель к Российской империи. И у нас просто есть имена мастеров, которые ее делали. И до самой революции, до 17-го года все русские цари короновались этой короной. То есть это совершенно сказочный момент, что приглашают каких-то мастеров, бог знает откуда. Мы можем предположить, что наш мастер был еврей. В этом рассказе ни одного слова не сказано про евреев, но сказано, что действие начинается в местечке. Что девушку из этого местечка выдают замуж за богача из города. Это уездный город. А у этого богача по субботам, там бывает фаршированные рыбы, там субботу отмечают, и туда приезжает помещик. То есть и нигде не сказано, что вот, а этот вот богач, он был еврей. То есть это само собой разумеется, что и, судя по всему, и мастер наш еврей, никак нигде не называется, но богач точно, мы понимаем, что этот богач еврей-купец. И как бы трудно себе представить, что вот такой персонаж приглашается в столицу, чтобы участвовать в создании царской коронационной короны, чтобы вот это было. и чтобы он стал своим человеком во дворце, и чтобы его еще царь помнил, как его там зовут, и чтобы его потом разыскивали. Потому что на самом деле было очень много придворных ювелиров и золотых, и серебряных дел мастеров, и специалистов по огранке камней, которые вот... Есть специальные списки, есть документы, которые просто называют их имена. И следующий момент у нас тоже очень совершенно сказочный. Это вот этот момент, который вот вы просто не можете его не знать. Сейчас, одну секундочку. Это мы во многих встречаем в сказках. Тот, у кого кольцо хоть на мгновение окажется на пальце, в силах свет перевернуть, получает право уничтожать и убивать, когда кого захочет заковывать в кандалы, бросать в темницу, может быть, дворцы там создавать, как волшебное кольцо. Ну, то есть, да, это совершенно сказочный такой момент, когда появляется некое кольцо, печать или там что-то такое волшебное, просто волшебное. Хотя у нас сказка не волшебная, но кольцо у нас вдруг оказывается волшебным. И каждый, кому оно попадает на палец, представляете, то есть, что он делает? Он уже доводит это до абсурда здесь, потому что по логике вещей в этой истории такого быть не может. Оно на... Это царская печать, она у царя, на его пальце. Но, оказывается, у кого-то, если она окажется, то она тоже будет иметь вот такую неограниченную власть. Что еще, например, хотела обратить ваше внимание, что страна наша, вот эта, она не волшебная, она не за 3-9 земель, потому что автор говорит так, хабарник, так в нашей стране называют взяточников. Знакомо вам слово хабарник? Вот если вы наберете, например, по-русски и попросите перевести на польский слово взятка, то там будет написано хабар. Если вы наберете по-русски и попросите перевести на идиш, там будет на идиш и написано хабар. И в русский язык есть в польском, в украинском, в идиши есть это слово хабар, как взятка именно. И в русском языке оно тоже, если посмотрите словарь, например, Ожегова, там есть. Есть несколько значений, оно когда-то из тюркского языка попало в польский, в украинский. Оно как бы в русском обычно указывается как устаревшее или как сленговое. Но во всяком случае нам сказано, что хабарник – это человек, который берет взятки. Так говорит автор в нашей стране, то вот эта страна наша, это та страна, где он живет. То есть он хочет нам показать какую-то вот, что это все в реальных каких-то обстоятельствах, в то же время это совершенная сказка. И начинается она, как жили-были. И здесь множество сказочных таких мотивов мы видим. И возникает вообще вопрос, зачем авторы эту сказку рассказывают. У него сказок огромное количество. Можно считать, что Вицкоклейбуш Перец, он родоначальник литературной сказки на Идише. И у него он уделяет большое внимание сказкам. У него самые разные сказки и те, которые опираются на еврейские сюжеты, там, танохические или из устной традиции. Есть у него сказки, где действительно действие происходит неизвестно где. Вот в этой книжке, например, которая называется «Тяжево с ветром. Еврейская литературная сказка», этой сказки нет. Здесь есть несколько других сказок Ицкоклейбуша Переца. Есть и другие, очень хорошо иллюстрированные, кстати, книжка. И здесь наш коллега принимает горячее участие в составлении общей редакции переводов, предисловия, послесловия, комментарий. Все Валерия Дыбжица. Но это первый вариант, это 2007 год, а несколько лет назад вышел двухтомник, где представлено как бы в одном оформлении две книги. Одна называется «Еврейские народные сказки» и «Литература». Вторая – это «Литературные сказки». Там гораздо больше представлен Перец, и вот эта сказка там тоже есть. Я никогда не задаю такой вопрос своим слушателям или себе, что хотел сказать автор. Я задаю вопрос такой, зачем он нам это рассказывает, зачем он вообще решил эту историю выдуманную рассказать. Я могу предложить, я никогда, нигде не читала сколько-нибудь серьезного анализа этой истории, этого рассказа. Могу вам предложить такую интерпретацию. Во-первых, это сатира. Это сатира и довольно злая на общество, в котором правда ничего не стоит и никого не интересует. И начинается это с головы, можно сказать, царю не нужна правда. Он спрашивает, почему, но он не дает даже рот открыть мастеру, который может объяснить, почему это кольцо ничего не стоит. Ему не дают открыть рот, ему не дают ничего рассказать. Значит, это государство, это общество, в котором все построено на лжи, на взяточничестве. Не выговорить, ребята, взяточничестве. И это все идет, как бы, пронизывает всю структуру общества. Смотрите, царю не нужна правда, его сановникам не нужна правда, генералы, которые берут взятки, полковники, которые сначала ротные тут превращаются в полковников, которые дают взятки, берут взятки. То есть готов написать любой, например, генерал готов написать любой рапорт, что его прислали с ревизией он должен посмотреть, почему падеж начался лошадей, потому что там овес весь сгнил уже и чем кормят этих лошадей непонятно. Он пишет, что овес чистый жевчур, потому что он получил взятку в виде вот этого кольца. И на самом деле даже девушка молодая и та лжет, и та имеет двух жеников и пытается выгодить. То есть все это общество построено на лжи. И это, конечно, сатира достаточно злая. И оно удивительно, потому что этот рассказ был опубликован. Он опубликован в Российской империи, а в Российской империи никогда не любили выставлять царей даже в баснях. Я вам напомню, что говорит один из персонажей Гори от ума. Он говорит насмешки вечные над львами, над орлами кто что не говори, хотя животные все-таки цари. То есть он животное, но царе нельзя над ним смеяться, а здесь царь у нас выставлен в очень непривлекательном, неприглядном виде. И с одной стороны вот тут такой поднимается на мой взгляд очень такой важный и вечный вопрос, то есть на чем строится общество. Вот это общество построено на лже. И единственное, здесь в общем получается, то есть есть наверное другие, но вот у нас, для нас, автор нам показывает одного честного человека, это герой рассказа, это золотых дел мастеров. Он и обмануть не может, продать свое колечко не может. Если честно говорить, оно, конечно, не талер стоит. Талер – это монета, большая такая серебряная монета, в разное время она ходила в России до середины 18 века. В 18 веке еще, по-моему, чуть-чуть ходила. Но это очень маленькая монетка, но она большая такая, но равна там что-то, в разное время то рублю, то 60 копейкам. Конечно, это колечко не стоит, талер, потому что там работа. Но это еще одна очень важная тема. Это наш мастер честный человек, но это человек, который не ценит совершенно свой талант. И мне кажется, что здесь есть очень-очень важная тема, поднимается как художник и его талант. Вот художник в широком смысле слова. Посмотрите, сказано, что про него. Что он когда в самом начале, что он сидел и делал эти колечки, броши, ожерелья, и не он сам, и не жители местечка, то есть эти мещане невысоко ценили его труд и не знали ему цены, вообще не понимали, что у него золотые руки, что это самородок, это что-то из ряда вон. И смотрите, что сказано. Когда он поднялся очень высоко, и стал вхож в царский дворец, что он может быть выше для таких золотых дел мастера, что не всякий сановник мог к нему обратиться, колесо фортуны повернулось, и он стал спускаться вниз. но тут же автор говорит совсем другое, буквально на следующей строчке он говорит, вот колесо фортуны повернулось и поднялся высоко и начинает падать вниз. Но тут же он говорит так, наш мастер, добившись вот такого благополучия, от роскошной жизни уже ничего нового не создавал. То есть на самом деле ни какое-то там неведомое колесо фортуны, вот как повернулось там как-то, да, наверное, колесо фортуны, вот везение пришло к нему тогда, когда он подниматься стал. Но то, что он пошел обратно из столицы в губернский город, из губернского города в уездный город, из уездного города в Медсечко, это его собственная вина, потому что он от роскошной жизни перестал двигаться вперед. И здесь просто реализовано вот это выражение «кто не двигается вперед, тот двигается назад». Нам просто показано, как он идет назад. Человек падает, потому что он недостаток не ценит свой талант, потому что он в какой-то момент пренебрег им и перестал двигаться вперед. Но это я так вижу, может быть, вы видите что-то другое. Я вижу здесь еще вечные темы, такие как художник и общество, художник и власть. То есть власть построена на лжи и силе, то есть художник в общем бесправен. И тут есть очень важный момент художник и его произведение. Смотрите, что происходит. Его произведение, его создание начинает собственный путь без него уже, и оно все время увеличивается в цене. И обратите внимание, его на самом деле стоимость не увеличивается, увеличивается цена, и каждый раз, когда увеличивается эта цена, это происходит в связи с каким-то неблаговидным поступком. То есть девица... Смотрите, начнем с того, что тот, кто покупает, он понимает, что это слишком низкая цена. Он говорит, наверное, сумасшедший. Но он же не говорит, слушай, мастер, ты ошибся. Ну, это, конечно, не Таллер. Он сначала думает, что он вообще его купить не может. И он все-таки отдает Таллер, пускай там сумасшедший, да какое мне дело? Он предлагает в шутку, но дальше он говорит следующее, буквально думает про себя, так говорит нам автор, что он про себя думает, ну, ну, какая мне разница, собственно, ну, да, вот он, ну, сумасшедший, сумасшедший, да, он взял, он взял, у него есть. Потом цена его опять возрастает, он был Таллером, стоил Таллер, теперь он уже 20 Таллеров стоит, потому что он превратился из подарка невесты в подарок жениху. То есть, девица весьма тоже неблаговидно себя ведет, цена его возрастает. Потом это колечко попадает к ротному командиру, который становится полковником, тоже нечестным путем. и теперь его уже цена тоже возрастает, то есть, ему уже сказано было 20 Таллеров, он уже тысячу говорит и так далее. Оно все время, оно возрастает, оно оказывается на пальце у Фрейлины, и когда Фрейлину спрашивают, откуда она краснеет, она бледнеет, то есть, надо думать, что оно тоже как-то попало к ней, но не совсем таким правильным путем. И царь недаром говорит, мне все равно, что там при дворе происходит, но он понимает, что не очень чисто что-то там происходит, но, в общем, его это не касается. Он готов Фрейлины деньги вернуть в этой Фрейлине. То есть, цена кольца увеличивается, оно само по себе двигается, оно достигает вообще, оно проходит тот же самый путь, который прошел в свое время мастер. при этом каждый раз оставаясь самим собой, имея ту же самую стоимость, его цена все время возрастает и возрастает, и в конце концов оказывается, что вещь, сделанная мастером, сильнее его самого. То есть, когда они в конце концов встречаются, кольцо проходит тот же путь, который прошел мастер, они встречаются в царском дворце, и кольцо выходит победителем, оно силенее, мастер оказывается благодаря своему собственному изделию и своей честности и нечестности окружающих, он оказывается в тюрьме, а кольцо остается царской печатью, и царь прав, и бриллиант должен остаться бриллиантом. Вот эта тема художник и его создания, мне кажется, тоже очень интересная, она не случайно здесь, потому что тот, кто это создает, он художник, тот, кто написал этот рассказ, он художник, его волнует эта тема художник и общество, художник и власть, художник и его произведения. С 1948 года, с 1900, когда началось у нас как дело еврейского антифашистского комитета, у нас никакие книги на идише и вообще на еврейских авторов не издавались очень долго, и первые стали издаваться в конце 50-х годов, и то в основном в переводах, то есть наши классики издавались после 1948 года, там в 1959, по-моему, первые появились издания в переводах, вот, и вот это издание, да, оно 62-го года, и с тех пор вообще в России, я бы так сказала, в Советском Союзе не любили перец. Ну, вот, а что его любить? Вот, например, за эту сказку, чего его любить? Она что? Смотрите, у нас в Советском Союзе наше искусство, наша литература, она должна была быть социалистической по содержанию и национальной по форме. по форме у него национальной наидиши, по содержанию как-то не социалистическая, хотя, на самом деле, он вот как-то был приверженцем, он же в 15-м году умер, он, причем он умер, когда в Варшаву еще не вошли немецкие войска, еще как бы для него вот эта мировая война как будто бы не началась. Он умер в 15-м году в марте или в апреле, весной, а германские войска вошли осенью, там в конце лета, в августе, там дальше уже Польша перестала быть российской, а дальше уже там революция, там это вот, он не видел вот тут ужасных каких-то страшных погромов, он ничего такого страшного не видел, с советской властью был незнаком. В принципе, идея вот как-то, он был скорее социалистически настроенным человеком, да, и начинал свое творчество с резкой критики той еврейской жизни, которую он видел. И... Да, и вот его как бы и печатали в основном, ну, вот я вам покажу, смерть музыканта. На кровати лежит свой скелет, обтянутый желтой дряблой кожей. Умирает Михал, музыкант. Подле него на суддуке сидит жена его Мирл. То есть ужасно они бедно жили, евреи, в черте оседлости. Или, например, Польша, которая, так сказать, особая там, царство польское, особые там условия жизни. Все равно они там нищие, бедные, ужасные условия при царском режиме. Он там за рабочее движение и за улучшение жизни. Где-то с 90-х, нет, с 900-го примерно года у него, наоборот, появляется очень большой интерес к народным преданиям, к хасидским всяким майсам. А вот эти все хасидские истории и народные предания, они советской власти совсем не нужны. И всякие вот эти сказки. Он в любом случае, чтобы он не писал, он как бы социалистическим по содержанию в общем-то не был. А кроме того, он был модернист, в отличие от писателя Шоу Малейхом, он был наверное первый еврейский, один из самых первых идишских таких модернистов, авангардистов. Советская власть вообще-то не любила. Печатали очень мало. И даже после того, как у нас Советский Союз рухнул, как бы я бы не сказала, что очень много его печатают на русском языке. А на идише даже не могу сказать. Скорее всего, что вообще. Но есть, я не принесла, есть несколько изданий относительно новых, то есть ну наверное за последние 20 лет. Ну в общем, мне кажется, что наверное почти все, что я хотела сказать, я сказала. Я вот на что еще хотела обратить внимание. Это очень хороший перевод. Перевод по-моему это Левин. Да, я думаю, что да, Левин. Хороший перевод. И Валерий Аронович Дымшин в своей вот новой книге, которая тоже называется «Еврейская литературная сказка», он именно этим переводом пользуется, сам не переводил это. Вот. А я хочу обратить ваше внимание на название, потому что смотрите, значит, когда художник, то есть вот этот вот мастер, ювелир, находит кусок стекла от разбитой бутылки, начинает его шлифовать, он сам поражается тому, какая у него в руках сила, взял он это стеклышко, стеклышко, и тут не один раз употребляется слово стеклышко, а в названии рассказа переводчик употребляет слово стекляшка, хотя на идише это одно и то же слово, это рассказ называется «Дос глезл», «Дос глезл», то есть стеклышко, стекляшко, это одно и то же на идише, но он везде внутри рассказа говорит, что взял стеклышко, стеклышко заиграло, стеклышко вправил, а стеклышко блеснуло, а рассказ называет не стеклышко, а стекляшко. Да, это такая пустышка, да, это действительно вот этот суффикс даже у нас, яшка, да, а стеклышко это такое все-таки уменьшительно ласкательное, так вот кажется, ну, в нем нет негативного оттенка, да, и пока он с ним работает, это стеклышко, а тогда его начинают передавать из рук в руки и оно начинает как бы расти в цене, это вот стекляшко, которое на самом деле трудно сказать, на самом деле может ли это быть царской печатью и может ли это быть, может быть, имеется в виду не вот это колечко на самом деле, а стекляшко, может быть, это, ну, ну, думайте, пожалуйста, сами, вот как бы художник, автор, он задает нам вопросы, я не думаю, что он дает здесь ответы, я предложила вам собственную интерпретацию, то, как я понимаю это произведение, вы можете совершенно по-другому его прочитать и увидеть то, что вам откроется, все, спасибо за внимание.